Всем привет, с вами Пазл и сейчас мы посмотрим очередные пасхалки GTA 5. В этот раз начнем, пожалуй, с пасхалки, которая пересекается с прошлой игрой серии GTA 4. Итак, наберите в адресной строке в любом браузере bullsharktestosteron.com Не спешите, набирайте. Можно зайти как с телефона, так и с компьютера, это не важно. И кого мы видим здесь на сайте, друзья? Брюси, собственной персоной. Смотрите, он, в общем-то, открыл какую-то фирму спортивного питания, а может быть даже из стероидов. Я, честно, без понятия не вникал. И что же мы видим? Довольно-таки неплохой сайтик по продаже спортивного питания. И главный здесь Брюси. Вот он, ребят. Получается, никуда он не пропал, добился тоже какой-то славы. Вот что же стало с Нико, неизвестно. Но с Брюси мы примерно уже знаем, что он просто остался самим собой. Дальше я вам покажу пасхалку на Макс Пейн, отсылку к этой игре. Заходите в магазин Suburban и выбирайте вот такую вот гавайку. Называется рубашка с узором попугая. Явная отсылка к Макс Пейну. Особенно если сделать персонажа лысым, особенно если Майкла лысым и с бородой, тогда получается вылитый Макс Пейн. Из последней части, конечно же. Хотите получить просто так денежек? То есть, чтобы на вас они свалились, как дождь? Хотите? Тогда попытайтесь занырнуть в Тихом океане, вот в это место, которое я отметил на радаре, около хвоста самолета, под водой. Вы можете опуститься на дно и найти, так сказать, чемоданчик со средствами для дальнейшего существования. Вот так вот. И мы богаты. По крайней мере, богаче, чем были. Не то, чтобы прямо миллиардеры, но какие-то деньги на первое время должно хватить. Следующая пасхалка показывает нам декорации. Декорации к игре Red Dead Redemption. Опять же, игра Rockstar про Дикий Запад, про ковбоев. У кого есть консоль, тот знает, про что я. Что ж, вот, я отметил вам на радаре. Теперь идем сюда. Там, помимо Red Dead Redemption, есть еще куча декораций. Ну, не куча, но есть. Но они такие, так себе, в принципе, ни с чем не пересекаются. Ни с какими играми. И я их не стал записывать. Давайте посмотрим именно на RDR. Ну, вот он, Джон Марстон, как я понимаю, собственно, персоной на лошадке. Дикий Запад. Кактус. Луна. И звезды. Все как и должно быть. Дальше я покажу вам не совсем и пасхалку, но такую небольшую отсылку. Я думаю, если вы будете проходить GTA V, вы и так встретите этого персонажа. А это один из главарей банд байкерских. Наверное, вы помните, да, GTA IV? Джонни. Собственно, персоны, друзья. Дальше я его вам покажу в другом видео, если хотите. Но это будет уже небольшой спойлер сюжетный. Еще в Лос-Сантосе можно найти вот такие вот места. Какие-то здания с такими шарами на крышах. Возможно, что-то будет, если всех их сбить. Может быть, какой-то ништячок. Может быть, какая-то одежка откроется. Не знаю. Но я вот сбил один и решил догнать его. Но, черт возьми, неудачно. Лучше бы я этого не делал. Не совсем пасхалка, но весело. Катится-то как колобок прямо. И я тоже. Всем пока, друзья. Продолжение следует...